Сегодня 3 апреля. В Нижнем Новгороде вот такой весенний сплин. Все такое серенькое, грустненькое. Мы с Цезарем гуляем, потому что нужно гулять в любую погоду. И через каких-то 27 дней здесь все будет зелено, цветно, и тепло, и сухо. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Вон какая красота. Это у нас такая набережная. Конечно, надо бы ремонтировать уже где-то местами брусчатку, но все равно хорошо, красиво. Это у нас ее к Чемпионату мира по футболу привели в очень хороший ухоженный вид. А вон там стадион Нижний Новгород. И вот мы гуляем. Да, Цезарь? Тебе сыро, да, гулять? Мне тоже сыро. Ну что теперь? А это вот здание речного вокзала, как раз вблизи. О, ну, Цезарь, пошли. Ну что, ты нагулялся, что ли? Нет, нам еще гулять. Пошли. Отсюда разные туристические выходят прогулочные катера. Вот центральная красивая часть речного вокзала. Нижний Новгород. Цезарь пытается забрать у меня перчатки. Успешно и безуспешно одновременно. Ой, Цезарь! И как раз вот эти два морячка на речном вокзале смотрят на вот эту вот стрелку. Там вот стадион Нижний Новгород, церковь, собор. И вот пагаузы, которые хотят сделать подвыставочные центры. А это Цезарь, который пытается забрать у меня перчатки и поводок. Ну так вот, продолжаем нашу такую спонтанную экскурсию. Так вот, вот здание, значит, речного вокзала. А вот это, видите, дома стоят такие красивые, исторические особняки. И вот для любителей злачных мест, welcome. Там в основном стриптиз-клубы, мужские клубы, дискотеки. Вот на этой улице, вот тут, значит, у нас набережная Нижний Волжска. А за ней как раз улица Рождественская. Там самые дорогие рестораны в городе. Так что такое место, с одной стороны, очень красивое, с другой стороны, очень распутное. Вот, смотрите, какая у нас есть удивительная архитектура на Нижний Волжской набережной. То есть, вы видите, в готическом стиле такой дом. Насколько я помню, там раньше находилась ткацкая фабрика, а сейчас это, кажется, медицинский центр окружной. Но, могу ошибаться, лучше погуглить. Вот, а так, здесь очень много особняков. И летом очень много людей гуляет по набережной. Сюда приезжают обязательно молодожены со свадьбами. И, конечно же, туристы. В общем, куча народу. Ошибочка вышла. То здание на предыдущем видео, в готическом стиле, вовсе был не окружной медцентр. А вот это вот уже как раз окружной медцентр. Там, не знаю. Ну, вообще, смотрите, такая набережная, мне кажется, есть в каждом городе. Мы были в Казани, в Ярославле. Вот все, что на набережных, всегда есть особняки, красивые дома. Ну, вообще, исторические ценности, да, какое-то имеющее. И, я так понимаю, все главы городов обустраивают эти набережные. Потому что, так скажем, это красота города. Место, где туристы собираются. В хорошую погоду, конечно же. Вот, поэтому наша набережная не исключение. И она тоже имеет, в общем-то, довольно типовой вид. И, видимо, здесь раньше жили очень богатые люди. И сейчас, собственно, живут не бедные. Вот, так что ошибочку я исправила. Продолжаем гулять по городу. Вообще, я люблю кататься на роликах. Ну, и на самокатах. Обычных, не электрических, в смысле, самокатах. И вот, как раз, я обнаружила, что у нас в этом году отремонтировали вот эту часть набережной. То есть, она была разбита от слова совсем. А сейчас вот здесь есть очень гладкий асфальт. Какие-то скамеечки для отдыха. Фонари. Я думаю, что, когда будет потеплее и посуше, я обязательно сюда приду кататься. Потому что, вообще, протяженность всей этой набережной, ну, километра, наверное, не меньше двух-трех. А этот кусок тоже достаточно большой. То есть, вот он до канатной дороги, конечно, он не продлится. Тем не менее, то есть, такое, накататься хватит. Пространство. Итак, мы добрались до катера Героя. Почему он Герой? Погуглите, пожалуйста, в Яндексе. И как раз отсюда начинается подъем по нашей Чкаловской лестнице. Сколько там ступенек, вы тоже все посмотрите в интернете. И как раз на вершине Чкаловской лестницы стоит летчик-герой Чкалов, соответственно. Вот, здание, это стены Кремля. И верхняя Волжская набережная находится наверху, соответственно. И там тоже очень много красивых домов, гостиницы. Часть на их на реставрации. Вот она, собственно, Чкаловская лестница. Конечно, в мае самое красивое время года в Нижний Ногур. Здесь гораздо веселее, чем сейчас. Ну, что имеем, то имеем. У природы нет плохой погоды. А, ну да, кому нужен красивый зад, упругие ягодицы, все welcome сюда, в Нижний Ногур, бегать по лестницам. Единственная проблема, я вам скажу честно. Во-первых, здесь всегда есть какие-то ремонтные работы. Второе, здесь есть, где продают кофе. В основном это машины, знаете, такие сейчас фудтраки. Но здесь нет туалетов. Вот мы шли, наверное, километра два. Здесь нет на Нижневолжской набережной ни одного общественного, платного или бесплатного туалета. Так что кофе-то пейте, но не забывайте, что туалет придется поискать. А, парковка есть, да. Но мест на ней не много. И вот в выходные дни, например, когда тепло и сухо, и мухи не кусают, в основном здесь мест нет. Сегодня просто еще утро. И дождь, и воскресенье. Поэтому мы спокойно припарковались. А так вообще здесь, конечно, беда-беда с парковкой.